Арифметическая и геометрическая прогрессия Вспомним, что арифметической прогрессией называется последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему члену, сложенному с одним и тем же числом Формула n-ого члена арифметической прогрессии это а n-ая равняется а первая плюс d умноженное на n-1, где n это номер, а первая первый член прогрессии, d разность арифметической прогрессии Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии Сn равно а первая плюс n деленное на 2 умноженное на n Геометрической прогрессией называется последовательность отличных от нуля чисел, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему члену, умноженному на одно и то же число Формула n-ого члена геометрической прогрессии, вот она на доске, формула суммы n первых членов геометрической прогрессии Для q неравного единицы у нас одна формула, ну а если q равно единице, дополнительная Приступим к решению задач В арифметической прогрессии а n-ая известно а первая равно минус 2 и d равняется 3 Найдите четвертый член этой прогрессии Задание легкое Берем нашу формулу, подставляем известные данные, считаем, получаем ответ 7 Итак, ответ 7 Второе задание Арифметическая прогрессия задана условием а n-ая равняется 3,8 минус 5,7 n Найдите а шестое Воспользовавшись формулой, подставим вместо n номер 6 и получаем, что а шестое у нас это 3,8 минус 5,7 умноженное на 6 Вычисляем ответ минус 30,4 Следующее задание Арифметическая прогрессия задана формулой а n плюс первая равняется а n-ая плюс 2 Известно, что а первая равняется трем Найдите пятый член этой прогрессии Найдем сначала разность прогрессии Для этого из последующего вычтем предыдущий член прогрессии Подставляем нашу формулу Получаем, что d равно 2 Тогда для нахождения пятого члена прогрессии получим следующее выражение Итак, а пятое равно 11 Ответ 11 Следующее задание В первом ряду кинотеатра 30 мест А в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем Сколько мест в ряду с номером n? В ответ укажите номер правильного варианта Первый вариант 28 плюс 2n Второй вариант 30 плюс 2n Третий вариант 32 плюс 2n И четвертый вариант 2n Начнем решение Количество мест в рядах кинотеатра образует арифметическую прогрессию С первым членом 30 и разностью 2 По формуле для иного члена арифметической прогрессии имеем Аn равняется а1 плюс d умноженное на n-1 Подставим а1, подставим разность нашу Упростим и получаем выражение 28 плюс 2n Таким образом, правильный ответ указан под номером 1 Итак, ответ 1 Следующее задание Дана арифметическая прогрессия Минус 6, минус 2, 2 и так далее Найдите а16 Для начала выясним, что а1 в нашей прогрессии Это число минус 6, а2 минус 2 Определим разность арифметической прогрессии Для этого а2 вычтем а1 Итак, d равно 4 Член арифметической прогрессии с номером n Может быть найден по формуле, о которой мы уже говорили Итак, а16 равно вычисление наше Ответ 54 Ответ 54 Следующее задание Выписано несколько последовательных членов арифметической прогрессии Минус 9, х, минус 13, минус 15 и так далее Найдите член прогрессии, обозначенный буквой х Найдем разность арифметической прогрессии Для этого из последующего вычтем предыдущий член прогрессии Из минус 15 вычтем минус 13 Итак, разность равна минус 2 Поэтому к минус 9 прибавляем найденную разность минус 2 Получаем, что х равняется минус 11 Итак, ответ минус 11 Рассмотрим следующее задание Дана арифметическая прогрессия Разность, которая равна минус 2,5 А первая равна минус 9,1 Найдите сумму первых 15 ее членов По условию разность, то есть d, равняется минус 2,5 Первый член прогрессии, то есть а первая, равно минус 9,1 Откуда, подставляя формулу а-н-ого, получаем, что а пятнадцатое равно минус 44,1 Используя формулу для суммы n первых членов арифметической прогрессии Имеем, что сумма первых 15 членов этой прогрессии равняется минус 399 Итак, ответ минус 399 Следующее задание Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии 3, 6, 9, 12 и так далее Какое из следующих чисел есть среди членов этой прогрессии? Варианты ответов 83, 95, 100 или 102 Рассуждаем Заданная арифметическая прогрессия состоит из чисел, кратных 3 Но числа 83, 95 и 100 не кратны 3 Значит, они не являются членами прогрессии А число 102 кратно 3 Значит, оно является ее членом Правильный ответ указан под номером 4 Посмотрите, ребята, число делится на 3, если сумма его цифр делится на 3 Следующее задание Дана арифметическая прогрессия 33, 25, 17 и так далее Найдите первый отрицательный член этой прогрессии Из условия имеем Разность D равняется 25 минус 33 минус 8 По формуле нахождения n-ого члена арифметической прогрессии получаем А n-ое равно 33 минус 8 умноженное на выражение n минус 1 По условиям мы ищем отрицательный член этой прогрессии Ставим знак меньше нуля Решаем полученное неравенство Откуда n больше, чем в 41 восьмая Первое число, которое удовлетворяет этому условию, число 6 Следовательно, первым отрицательным членом прогрессии Является ее член с номером 6 Нам осталось найти это число А шестое равняется 33 минус 8 умноженное на 5 равняется минус 7 Ответ минус 7 Рассмотрим следующее задание Найдите сумму всех положительных членов арифметической прогрессии 11,2, 10,8 и так далее Рассмотрим решение Определим разность прогрессии Для этого второй член вычтем первый Получаем, что разность прогрессии равна минус 0,4 Найдем выражение для n-ого члена прогрессии А n-ое равно А первое плюс d умноженное на n минус 1 Подставляем вместо А первого 11,2 Вместо d минус 0,4 Раскрываем скобки у выражения, упрощаем И получаем следующее 11,6 минус 0,4 n Найдем номер последнего положительного члена прогрессии А n-ое больше нуля Подставили выражение, получили неравенство Решили его, получили, что n меньше 29 То есть n равно 28 Следовательно, чтобы найти сумму всех положительных членов данной арифметической прогрессии Необходимо сложить ее первые 28 членов Опустим вычисление Скажем, что сумма получилась равной 162,4 Следующее задание Дана арифметическая прогрессия, для которой известно а десятая 19 и а пятнадцатая 44 Найти разность прогрессии Порассуждаем Из определения арифметической прогрессии следует, что а пятнадцатая можно получить, если к а десятому прибавить 5 раз разность прогрессии Значит, разность можно найти следующим образом А пятнадцатая минус а десятая и все это разделить на 5 Подставляем наши значения, вычисляем, получаем ответ 5 Следующее задание В геометрической прогрессии известно, чтобы первое равно 2, q равно минус 2 Найдите пятый член этой прогрессии Применим формулу для n-го члена геометрической прогрессии Подставим в нее известные данные Посчитаем выражение, которое у нас получилось Получаем, что b5 равняется 32 Ответ 32 Следующее задание Геометрическая прогрессия задана формулой n-го члена bn-ое равно 2 умноженное на минус 3 в степени n-1 Укажите четвертый член этой прогрессии По формуле n-го члена геометрической прогрессии, которая нам задана Нам осталось всего лишь вычислить искомое значение Подставляем вместо n 4 b4 равняется минус 54 Итак, ответ минус 54 Следующее задание Выписано несколько последовательных членов геометрической прогрессии 150, x, 6, 1,2 и так далее Найдите член прогрессии, обозначенный буквой x Найдем знаменатель геометрической прогрессии Чтобы найти q, мы последующий член прогрессии разделим На предыдущий, q равняется 1,5 Найдем пропущенный член геометрической прогрессии Для этого 150 умножим на найденный знаменатель 150 умноженное на 1,5 получаем 30 Итак, ответ 30 Решим следующее задание Выписаны первые несколько членов геометрической прогрессии Минус 1024, минус 256, минус 64 и так далее Найдите сумму первых 5 ее членов Порассуждаем Найдем для начала знаменатель геометрической прогрессии Для этого b2 разделим на b1 Подставили, посчитали, получили 1,4 Найдем теперь 4 и 5 члены прогрессии Для этого минус 64 умножим на найденное значение знаменателя 1,4 Получаем, что 4 член прогрессии минус 16 В свою очередь минус 16 умножим на 1,4 Получаем, что 5 член прогрессии минус 4 Все, что нам осталось сделать, это сложить известные нам 5 членов данной прогрессии Составляем выражение и вычисляем его Ответ минус 1364 Рассмотрим следующее задание Геометрическая прогрессия задана условием bn равняется 160 умноженное на 3 в степени n Найдите сумму первых ее 4 членов Для начала найдем знаменатель геометрической прогрессии Для этого bn плюс 1 разделим на bn Подставим формулу, которая нам известна по условию Упростим выражение, получаем, что q равно 3 Первый член данной прогрессии b1 найдем по заданной формуле 160 умноженное на 3 в степени 1 Это все равно 480 Ну а теперь найдем сумму четырех первых ее членов Воспользуемся формулой, которую мы повторили в начале Итак, s4 равняется 19200 Ответ 19200 На этом, ребята, наш урок подошел к концу Сегодня мы повторили с вами тему Арифметическая и геометрическая прогрессии Надеюсь, материал вам поможет в подготовке к экзаменам А вашим домашним заданием будет следующее По учебнику Макарычева повторить теорию из пункта 25-28 Решить номер 689 И, конечно же, не забывайте тренироваться Решать задание ОГЭ под номером 12 Спасибо за внимание Успехов в подготовке к экзаменам Здравствуйте, девятиклассники Мы продолжаем цикл уроков биологии по крымской программе Учебник Сухорокова-Кучменко Тема урока Разнообразие и ценность естественных водных экосистем Предлагаю следующий план работы Мы рассмотрим сегодня типы водных экосистем Отдельно рассмотрим морские и пресноводные экологические системы И познакомимся с антропогенным влиянием на водные системы Мировой океан, занимающий свыше 70% поверхности нашей планеты Является важнейшей составляющей гидросферы Напоминаю вам, что гидросфера – это водная оболочка планеты В составе гидросферы есть мировой океан Его доля самая большая В состав гидросферы входят воды суши Это реки, болота, озера, многолетняя мерзлота, подземные воды, ледники и постоянный снежный покров Еще меньшая доля принадлежит воде в атмосфере Но только 1% влаги на земле пригоден для употребления в пищу Структура, физические и химические свойства водной среды Предопределяют видовой состав растительного и животного мира Особенности трофических цепей, ее сложность и устойчивость В зависимости от этих показателей водные экосистемы делятся на два типа Обратите внимание, морские экологические системы К ним относятся прибрежные экосистемы и экосистемы открытых вод Пресноводные экологические системы – это реки, ручьи, пруды, озера и болота В основе этого разделения лежит показатель количества содержащихся в воде солей Измеряется этот показатель в промилле Он показывает, сколько грамм солей содержится в тысячах граммах воды или в одном килограмме Кроме солености, на водные экосистемы оказывают влияние следующие факторы Температура, давление, интенсивность освещения, приливы, отливы, течения, волны, насыщение газами Солнечный свет попадает на поверхность планеты, а значит и водное пространство неравномерно Его количество больше к экватору и меньше к полюсам С содержанием кислорода дело обстоит несколько иначе Его растворено больше в приполярных водах Прибрежные экосистемы Это мелководная линия вдоль побережья с богатой флорой, фауной и теплой водой Ее площадь менее 10% площади океана Но здесь живет 90% его биомассы Для этой зоны характерен высокий уровень первичной продукции Здесь происходит развитие многих морских видов организмов В прибрежных зонах морских экосистем выделяют более мелкие по территории Мангровые болота, шельфы, лиманы, лагуны, солончаки, коралловые рифы Коралловые рифы одни из самых богатых по видовому разнообразию Располагаются в прибрежных зонах тропических и субтропических широт С температурой выше 20 градусов Цельсия Продуцентами в них являются красные и зеленые водоросли Мир потребителей чрезвычайно разнообразен Здесь проживает треть всех видов морских рыб Места на побережье, где морская вода смешивается с пресной в устьях рек Называются эстуариями Видовое разнообразие здесь достигает максимума В морских экосистемах главным компонентом, продуцирующим кислород и питательные вещества Является фитопланктон Он является составляющей планктона Планктон – это разнородные, в основном мелкие организмы Свободно дрейфующие в толще воды И не способные сопротивляться течению К ним относятся многочисленные бактерии Диатомовые и некоторые другие водоросли Простейшие, некоторые кишечно-полосные Моллюски, ракообразные Яйца личинки рыб Личинки различных животных Он формируется в верхнем слое воды И под действием солнечной энергии Вырабатывает питательные вещества Которые после оседают в более глубокие слои водоема И служат питанием для остальных организмов Нектон – это совокупность водных, активно плавающих организмов Способных противостоять силе течения И самостоятельно перемещаться на значительные расстояния К нектону относятся более 20 тысяч разновидностей рыб Кальмары, китообразные, ластоногие, водные змеи, черепахи, пингвины и прочее Бентосные организмы Обитают на грунте и в грунте дна водоема Океан характеризуется большой глубиной и площадью поверхности Открытый океан мало заселен В нем живут в основном киты, акулы, тунцы А также донные беспозвоночные животные Морские экосистемы оказывают существенное влияние на формирование климата Испарение с их поверхности – основной источник воды в атмосфере А течение – регуляторы температуры Все морские экосистемы весьма устойчивы Способны сопротивляться вмешательству человека И быстро восстанавливаться после антропогенного воздействия Пресноводные экосистемы – это реки, озера, болота, пруды Пресноводные экосистемы занимают всего лишь 0,8% суши Хотя в пресных водоемах обитает более 40% известных науке рыб Пресноводные экосистемы все равно значительно уступают в видовом разнообразии морским Для стоячих водоемов экосистем характерно ярко выраженное распределение биотических организмов в зависимости от слоя воды В верхнем слое главным компонентом являются планктон и прибрежные заросли растений Это царство насекомых, личинок Здесь обитают черепахи, амфибии, водоплавающие птицы, млекопитающие Верхний слой водоемов является охотничьими угодьями для цапель, журавлей, фламинго, крокодилов, змей Средний слой водоема получает намного меньше солнечного света А питанием служат вещества, оседающие из верхнего слоя воды Здесь обитают хищные рыбы В нижнем слое воды обитают придонные рыбы, личинки, моллюски, ракообразные Огромную роль играет состав ила и грунта Главным критерием отличия пресноводных водоемов является скорость течения воды Реки и ручьи – это экосистемы проточных вод Характеризуются направленным течением Это определяет растительный и животный мир рек Озера – водоемы со стоячей водой Болото – это экосистема, характеризующаяся накоплением органических веществ и периодическими колебаниями уровня воды Болото играют большую роль в очистке вод и нередко становятся истоками рек Водные экосистемы способны обеспечивать естественный процесс формирования чистых вод Например, одно из величайших озер планеты – озеро Байкал Имеет самый большой запас пресной воды Удивительный по своему качеству Чистоту воды Байкала обеспечивают его уникальная флора и фауна Но в настоящее время большинство водных экосистем подвержено негативному влиянию деятельности человека В водоемы сбрасывают огромное количество промышленных, бытовых отходов Сливают сельскохозяйственные стоки Многие реки и озера испытывают влияние гидротехнических сооружений Гидроэлектростанций, плотин В результате в этих экосистемах нарушаются процессы самоочищения Наносится урон растительным, животным и другим сообществам Входящих в их состав и ухудшается качество воды В 1995 году в Российской Федерации был принят водный кодекс Который регулирует использование и охрану водных ресурсов Определяет режим использования их территорий То есть проводит государственный мониторинг водных объектов И охрану их от загрязнений Итак, сегодня на уроке мы рассмотрели с вами типы водных экологических систем Рассмотрели морские, пресноводные экологические системы И антропогенное влияние на водные экологические системы В качестве домашнего задания прочтите соответствующий параграф из учебника Авторов Сухорукова и Кучменко Прочтите вопросы после параграфа и ответьте на них устно Завершаем урок Спасибо! Всем здоровья! Здравствуйте, ребят! Тема нашего урока – хозяйство Дальнего Востока Цели урока – дать представление об особенностях хозяйства Дальнего Востока Познакомиться с основными центрами отраслей промышленности Уметь показывать их на карте Продолжить развивать умение работать с картографическим материалом И другими источниками информации Воспитывать чувство ответственности за судьбу и будущее нашей страны План урока Первое – повторить понятие хозяйство, отрасль, отрасли специализации Второе – познакомиться с топливной промышленностью Третье – электроэнергетика Четвертое – цветная металлургия Пятое – машиностроение Шестое – лесная промышленность Седьмое – рыбная промышленность Восьмое – сельское хозяйство и домашнее задание Итак, хозяйство – это совокупность предприятий и учреждений, удовлетворяющие своей работой потребности населения Отрасль хозяйства – это совокупность предприятий, производящих однородную продукцию или учреждения, оказывающие однородные услуги Отрасль специализации – это производство продукции в промышленности данного района, а также которое обеспечено запасами сырья на длительное время Топливная промышленность В регионе имеются большие запасы угля Они размещены повсеместно Самые значимые в Ленском бассейне Находятся запасы и каменного, и бурого угля Коксующие угли находятся на юге Республики Саха Кроме того, на территории Дальнего Востока находятся такие угольные бассейны, как Зырянский, Южно-Якутский, Буриинский Нефтяные месторождения Дальнего Востока расположились на острове Сахалин Полуострове Чукотка Полуострове Камчатка Магаданская область Месторождение газа находится в Леновилюйской нефтегазоносной провинции Увеличение поставок нефти на Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского регионы Произошли после строительства нефтепровода ВСТО Восточная Сибирь-Тихий океан Его длина составляет 4180 км И есть ВЕТ, которая идет на Китай Электроэнергетика На Дальнем Востоке встречаются разные типы электростанций Основу электроэнергетики составляют теплоэлектростанции Которые работают на местном угле, а также нефти и газу Какие же электростанции? Теплоэлектростанции Приморская, Сахалинская, Магаданская, Якутская, Аркоголинская Крупнейшие гидроэлектростанции Зейская, Бурейская, Вилюйская, Колымская Дальний Восток может похвастаться расположением здесь крупной атомной электростанции Это Билибинская электростанция, которая находится на полуострове Чукотка Кроме того, на Дальнем Востоке есть уникальные геоэлектростанции Которые расположились на территории Камчатки Это Мутновская и Паужецкая Черная металлургия Дальневосточная база находится в стадии формирования Здесь черная металлургия будет развиваться на основе месторождений Якутских углей и железнорудных месторождений Алданской провинции Это позволило бы обеспечить потребности региона в металле И устранило бы дорогостроящие перевозки Которые требуют миллионы тонн На территории Дальнего Востока находится центр передельной металлургии Это Комсомольск-на-Амуре Кроме того, в городе Дальнегорск находится металлургия полного цикла Цветная металлургия В районе имеется более 70 видов полезных ископаемых В том числе 90% вольфрама России 80% олова 98% алмаза 70% золота А также железные и полиметаллические руды Цветная металлургия хорошо развита в Приморье и Хабаровском крае Комбинаты по выплавке олова, свинца, цинка расположены в городе Дальнегорск и Хрусталинки В цветной металлургии Дальнего Востока производится практически треть промышленной продукции региона И это составляет около 10-12% валово-регионального продукта Кроме того, на территории Дальнего Востока выделяется отрасль по производству оловянного концерна Это в таких городах как Певек, Эссехая, Кавалерово и Солнечное В середине 50-х годов были открыты богатейшие коренные месторождения алмазов в Якутии Где на сегодняшний день обнаружено около полтора-полторы тысячи кимберлитовых трубок Город Мирный – это алмазная столица России Расположена в Якутии, Республика Саха, в 1200 километров от города Якутска Машиностроение На Дальнем Востоке получили развитие лишь отдельные виды машиностроения Это судостроение и судоремонт, представленных в таких городах Тяжелое машиностроение представлено в таких городах как Комсомольск-на-Амуре, Алдан, Сусуман Сельскохозяйственное машиностроение представлено в городе Биробирджан Лесная промышленность Огромные лесные богатства Дальнего Востока Около 11 миллиардов метров кубических Обусловили здесь создание одного из крупнейших лесозаготовительных и деревообрабатывающих комплексов В 1969 году на Дальнем Востоке вывеска древесины составила 24 миллионов метров кубических В 1993 году 35 миллионов метров кубических Эта отрасль не особо подвергалась спаду По некоторым даманам вывоз древесины в 1995 году Несколько превысил аналогичный показатель 1993 года В Приморском, Хабаровском краях, а также Амурской и Сахалинских областях Лесистость территории составляет более 50%, то есть на каждые 100 метров квадратных Приходится 54 метра квадратных леса Основные лесозаготовительные базы расположились на территории, примыкающей к Нижнему и Среднему Амуру А также в районе всей реки Усури и Зия В центре и на юге Сахалина Сейчас это развитие лесной отрасли 20 века Сейчас лесная отрасль в основном тяготеет или примыкает к Балкало-Амурской магистрали На Дальнем Востоке главным образом ведется заготовка таких видов деревьев, как лиственница, ель, кедр, пихта Крайне мало используются лиственничные леса Лесные товары это стандартные дома, фанера, тара, паркет, хвойно-витаминная мука, этиловый спирт и углекислота На Дальнем Востоке есть породы деревьев, занимающие небольшие площади, но играющие существенную роль в хозяйстве Это выращивание таких видов, как амурский бархат и желтая береза Основные центры лесной промышленности на данный момент это Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Якутск, Амурск, Холмск и Корсаков Рыбная промышленность Дальневосточные моря дают около 60% добычи рыбы в Российской Федерации С переходом к активному морскому лову обработка улов ведется в основном непосредственно в море Увеличение емкости холодильников позволило выпускать значительно больше свежемороженной продукции Работает достаточно мощное береговое хозяйство рыбной промышленности Это базы флота, рыбные порты, судоремонтные заводы, рыбоперерабатывающие предприятия и холодильники Около половины всей рыбной продукции приходится на долю Приморского края На Сахалине рыбная промышленность дает более одной трети всей промышленной продукции области Особую роль в рыбной промышленности играет река Амур В ее водах встречаются ценные породы рыб Одним из основных перспективных направлений является товарное разведение морского гребешка и других моллюсков и водорослей Из картосхемы мы с вами видим, что практически более 60% от всего российского улова составляет территория Дальнего Востока Какие же виды рыб здесь ловят? Это ментай, лососевый, сельд, треска, кальмары и крабы Сельское хозяйство Климат дальневосточного региона разнообразен Но ни арктический, ни субарктический и даже ни морской тип климата не позволяет разводить здесь полноценное сельское хозяйство Однако на юге региона, в Приморском крае, в Амурской области размещается около 2% российских пашек Здесь активно выращивают зерновые культуры Рис, пшеница, овес, плодовые и овощные культуры Особо следует отметить выращивание сои Животноводческий сектор сельского хозяйства представлен мясомолочным скотоводством и свиноводством В северных областях активно развивается оленеводство В таежных районах пушное звероводство На юге крупнорогатый скот, а также разведение моралов Проведем с вами небольшое закрепление Где открыта и разведана обширная алмазоносная провинция? Это Республика Саха или Якутия? Второй вопрос Какой крупный угольный бассейн располагается на территории Дальнего Востока? Это Ленский бассейн Третий вопрос Почему большинство месторождений Дальнего Востока слабо разведано? Это сложные природные условия Четвертый вопрос На шельфе какого моря начата добыча нефти? На шельфе Охотского моря Пятый вопрос Где располагаются значительные запасы газа? Это Леновилюйская нефтегазоносная территория Шестой вопрос Где сосредоточены значительные запасы древесины? В современной лесной промышленности это вдоль Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали Седьмой вопрос В каком городе производят вертолеты Черная Акула? Это город Арсеньев Восьмой вопрос Центр сельскохозяйственного машиностроения Это город Бироберджан Девятый вопрос Как называется атомная электростанция расположена на Дальнем Востоке? Это Билибинская электростанция Десятый вопрос Какой вид электростанций находится только на Дальнем Востоке? Это ГОС или геотермальные электростанции Домашнее задание Страница 200, 203 читать Ответить на вопросы письменно Номер 1, номер 4, страница 203 Уметь показывать основные центры отраслей промышленности А также составить схему туристического маршрута Это задание 6, страница 203 Спасибо за внимание Здравствуйте На прошлом занятии мы с вами рассматривали взаимоотношения России и мира Сегодня мы с вами рассмотрим социально-экономическое развитие России на рубеже 19-20 веков Цель урока Сформировать представление об основных особенностях и проблемах демографического, социального и экономического развития Российской империи на рубеже 19-20 веков Задача Показать новые черты в развитии промышленности и сельского хозяйства Объяснить, дать определение основным историческим понятиям промышленный переворот, монополия, монополистический капитализм Понимать целостность и противоречивость процессы социально-экономической модернизации России того периода Основные вопросы урока Развитие российской экономики Роль государства в экономике Иностранные инвестиции Российский монополистический капитализм Развитие сельского хозяйства Итак, мы говорили с вами на прошлом занятии, что Россия имела целый ряд особенностей в своем социально-экономическом развитии Быстрое развитие капитализма началось в России только лишь в 1861 году, после отмены крепостного права Россия, среднеразвитая страна второго эшелона капитализма, догоняющий характер, для нее был известен Сохранение многоукладности Натурально-патриархальный, полукрепостнический, мелкотоварный, честно-капиталистический, монополистический Давайте вспомним, что такое уклад Уклад – установленный порядок, система производственных отношений определенного типа Слабая роль буржуазии в России того периода чувствовалась во всех экономических сферах И огромная роль государственного сектора в экономике Сильные стороны В этот период промышленность увеличилась в два раза Тяжелая промышленность возросла в три раза, легкая – в полтора раза Оформились новые промышленные районы Юг – это Донецкий угольный бассейн, Баку – нефтяной В 90-е годы начинается быстрыми темпами строительство железных дорог буквально по всей России И стремительный рост городов в европейской части России Слабые стороны российской экономики того периода Россия остается отсталой аграрным государством Низкая производительность труда Невысокий уровень производства на душу населения Нехватка капиталов – денег всегда не хватало России Новые тенденции для России того периода Прежде всего мы говорим о том, что молодежь отрывается от села Она переходит в город Отрыв молодежи от семьи, от тех ценностей, которые были в деревне Город стирает Готовность к пересмотру ценностей и устоев Рост городского населения за счет бывших крестьян Концентрация рабочих в городах А также миграционные процессы Миграция из одного района России в другой Особенности социально-экономических отношений Сравнительно позднее вступление на путь индустриализации Особая роль государства Недостаток внутренних капиталов Протекционизм Многоукладность промышленности Отсутствие колоний Ограниченность быта товаров Возможно было распространять свои товары исключительно в районах только лишь Российской империи Сохранение помещичьего землевладения Малоземелья крестьян Острота социальных проблем Наличие социальных неблагополучных слоев городской бедноты и безземельного крестьянства Экономическое развитие Экономика России была многоукладной Она сочетала в себе различные типы хозяйства В результате чего мы и имеем Наряду с капиталистическими ростками Существовали различные мелкотоварные, а также натуральные хозяйства Итак, модернизация Осуществляемый в короткие сроки переход к новому укладу хозяйственной жизни Сопровождающийся изменениями в характере общественных отношений Социальной структуре общества и бытия людей Промышленность Промышленность России того периода Это одна из особенностей, что Россию отличала от других западоевропейских держав Важной особенностью российской экономики было наличие крупного государственного сектора Его основу составляли казенные заводы, работавшие на военные нужды Казенные, а слово казна И еще одна характерная особенность казенных заводов Владельцем этих заводов было государство И государство само давало заказы и выкупало эти заказы Можно привести пример Тульский оружейный завод Казенный завод В дальнейшем, в конце 19 века, был создан Казанский пороховой завод Государство давало заказы этим заводам, платило деньги и само выкупало для нужд армии данную продукцию Государственный сектор четко контролировался российским правительством Прежде всего, российское правительство контролировало цены буквально по всей Российской империи Влияло на хозяйственную деятельность частных предпринимателей А также вводило таможенные пошлины То есть ввело политику протекционизма Протекционизм Политика цели которой состоит в ограничении ввоза определенных видов товаров Из-за границы за счет повышения пошлин на ввозимую продукцию То есть повышение роли отечественного товаропроизводителя Промышленность Рост протяженности железных дорог повлек прежде всего на то, что для этих дорог необходимы были металл, древесина, сталь, уголь А также новые виды двигателей, которые работали уже на производных от нефтепродуктов Таким образом, к концу 19-го, начала 20-го века Россия вышла на первое место по темпам экономического роста Развитие экономики В этот период как раз таки и создаются условия для привлечения иностранного капитала Прежде всего мы должны с вами сказать о той денежной реформе, которая произошла в 1897 году благодаря стараниями Сергея Юрьевича Витте Именно тогда был введен в обиход русский золотой червонец Империал или же полуимпериал, который свободно можно было обменять в банке на бумажные деньги Я вам честно скажу, что русские рабочие того периода с удовольствием брали бумажные деньги Потому что эти монеты были золотые, довольно-таки тяжелые, карман оттопыривали Именно в этот период, когда русский рубль был укреплен золотом, увеличился приток иностранного капитала в русскую экономику Пошли инвестиции Инвестиции, долгосрочное вложение капитала в какую-либо отрасль экономики В инвестировании в русскую экономику нельзя сказать, что было все однозначно Инвестиции составляли примерно 40% русской экономики Положительные стороны помогали развивать русскую промышленность Приносили огромные прибыли Россия не попадала в полную зависимость от западноевропейского капитала Но и отрицательные стороны, от них никуда не уйти Свертывалась возможность свободной конкуренции Закрепилась техника экономической осталось страны Ужесточался налоговый пресс Усиливалась эксплуатация трудящихся Часть российской прибыли уходила за границу Отрицательные последствия иностранных инвестиций стало то, что государство не было обеспокоено поиском внутренних резервов для экономического развития государства Этапы процесса модернизации в России В 1900 году в Европе разворачивается экономический кризис А Россия также попадает под действие этого кризиса И он наносит сильнейший удар по российской экономике Прежде всего пострадала тяжелая промышленность За три года с 1900 по 1903 год было закрыто более трех тысяч предприятий Было лишено работы более 120 тысяч человек И в этот период, когда малые предприятия разоряются, крупные наоборот богатеют, крупные подминают под себя эти малые И в этот период как раз таки мы говорим с вами о роли монополий в российской экономике Монополия это объединение предприятий, собственники которых договариваются о ценах, рынках сбыта и объемах производства В монополистическом хозяйстве существует четыре основных формы Это картель, синдикат, трест, концерт В России наиболее ясно, наиболее характерным это был именно синдикат Объединение коммерческих компаний, цель которого устранение конкуренции посредством централизации закупок сырья и сбыта готовой продукции Формирование единых цен, при этом каждый член синдиката сохраняет свою юридическую и производственную суверенность Самые крупнейшие, самые известные монополии объединения в России Синдикат продамет, синдикат протуголь, картель протпаровоз, синдикат протвагон Капитализм в сельском хозяйстве Естественно, в сельском хозяйстве прорастают капиталистические черты развития Это найм рабочей силы, применение машин, использование удобрений, улучшение северного оборота Специализации сельского хозяйства по районам Рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию способствует укреплению русского рубля Но в то же самое время происходит расслоение крестьянства, появление зажиточных мужиков, так называемых кулаков Пережитки в сельском хозяйстве Отработочная система, отсталость сельскохозяйственной техники Малоземелье крестьян, отрезки, через полосица, запрет на куплю-продажу земли Сохранение общины с ее круговой порукой Хотелось бы отметить, что община сыграла довольно-таки серьезную роль в капитализации сельского хозяйства Прежде всего община отвечала за то, что каждый член общины обязан был платить налоги И она была заинтересована в том, чтобы кто-то выбился в люди, кто-то стал богаче, кто-то стал беднее Поэтому отрицательные стороны общины защищало слабое хозяйство и тормозило развитие более сильных Но в то же самое время стремилось к равенству Сохранение общины ухудшало ситуацию Четыре пятых наделов российских крестьян находилось в общинном пользовании Община регулярно проводила переделы земли И контролировала равномерное распределение наделов между крестьянами Но в то же самое время мы говорили с вами, что население России постоянно растет И с каждым годом крестьянам все доводилось довольствоваться меньшим и меньшим куском, который отводила его община Выводы по сегодняшней нашей теме Россия была аграрно-индустриальной страной со значительным потенциалом Важной особенностью российской экономики было наличие крупного государственного сектора Денежная реформа 1897 года создала условия для привлечения государственного капитала в российскую экономику В начале 20 века происходила монополизация производства Россия вышла на первое место в мире по объему хозяйственной продукции Сохранение общины и нехватка земли тормозило развитие крестьян Домашнее задание Параграф 27 Учить, отвечать на вопросы, знать термины и понять Учебник «История России» для 9 класса Благодарю вас за внимание До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова